Сразу и не скажешь, что этому пенсионеру 87 лет и он прошел войну. Сегодня Владимир Федорович Дегтярев идет активную жизнь. Занимается спортом и общественной деятельностью. Состоит в районном обществе ветеранов и часто встречается со школьниками, чтобы рассказать подрастающему поколению о том, какая она была в Великой Отечественной войне. Патриотизм – это чувство, человеческое чувство. И оно, это чувство, происходит и укрепляется на взаимных отношениях. То есть, если я люблю Родину, то и Родина должна меня любить. И второй очень важный фактор – я должен гордиться Родиной. Владимир Федорович родился в Крыму, в деревне Армянск, за 11 лет до начала войны. Он помнит тот день – 22 июня, когда фашисты напали на Советский Союз. Меня позвали на обед. Я пришел домой. Отец и мать, они какие-то такие замкнутые, строгие вроде, как мне показалось, что они недовольны или как-то такое состояние у них было. Ну, я думал, что я с чем-то провинился или еще что-то такое. Ну, и потом, когда сели уже, и отец говорит, война началась, то нас напали фашисты. Отца тут же призвали на фронт, откуда впоследствии он и не вернулся. А мать начала сотрудничать с подпольщиками, что привело к ее аресту. Так, будучи совсем ребенком, Владимир Федорович остался один. Волею судеб его забрали в партизаны. В обязанности молодого парня входило проникать в оккупированный Севастополь, чтобы собирать информацию. Взрослым мужчинам делать это было опасно, а мальчишка у немцев подозрений не вызывал. Меня начали там уже готовить. Надо было наладить связь и с населенными пунктами, в этой деревне, и с городом Симферополь. И вот меня на эти цели привлекли. Я был, ну, как связной. Я ходил тоже в Симферополь. Там уже знал я, где тоже были квартиры с нашими людьми. Вся его жизнь – стечение обстоятельств. В 1942 году он познакомился с группой военно-морских разведчиков. Одному из них мальчишка приглянулся и позвал его с собой в Краснодар, где находился главный партизанский штаб. Там Владимиру Федоровичу пообещали поступление в Суворовское училище. Но мечте стать военным не суждено было сбыться. Для учебы здесь он уже был слишком взрослый. Я закончил ремесленное училище Ейское и направили на работу. Нас всех, там было 400 человек у нас, направили на Донбасс и на Украину. Восстанавливать предприятие тяжелой индустрии. Я попал на Запорожский коксохимический завод. А в 1949-м по распределению Дегтярё попал на тогда еще строящийся Москокс. Здесь и познакомился с будущей супругой Валентиной. У Владимира Федоровича двое детей, трое внуков и столько же правнуков, которые по праву могут им гордиться. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Елена Коршлева. Видно ТВ.